На прошедшей неделе супруга Ради Хабирова Корены Владимировна Хабирова Крестила боевые корабли Военно-морского флота Российской Федерации Ну, вернее, крестила она только один корабль Подводную лодку Уфа По разнарядке Министерства обороны Нашему региону досталась Подшефная подводная лодка Почему-то ее назвали Уфа Хотя, по всей логике вещей Ее должны были назвать Алга Как называют все, что Создается при Хабирове Но вот так вот шот получилось Корены Владимировна перерезала Алую шелковую ленточку Бабахнула бутылку шампанского А борт новоиспеченного корабля И Башкортостан Приступил к шефству Над этим боевым судном Собственно, шефство Это имеет вполне себе Ощутимые материальные контуры Мы должны будем помогать Содержанию этого корабля Мы будем, видимо, направлять На борт этого корабля Своих призывников Ну и всякое прочее Вспомоществование Оказывать военно-морскому флоту Не было, как говорится Заботы купила Баба Порося Моряки, впрочем Достаточно угрюмо Отнеслись к этой акции И к тому, что крестит их корабль Какая-то тетенька из далекой Башкирии Угрюмо смотрели в палубу Зная, что по старинному морскому преданию Женщина на борту Это к беде Ну, действительно, многие Восприняли вот эту историю Как-то с неким недоумением Причем здесь Супруга губернатора И крестины боевого корабля Ну, вот так получилось Возможно, это связано с какими-то Конфессиональными Особенностями этой процедуры Кто-то говорил о том, что Крестить могут только те Кто сами являются православными А Радий Фаридович у нас, как известно До конца не определился с верованиями И как-то по неподтвержденным данным Верует то в одно, то в другое Не устаю напоминать о необходимости Ставить лайки под нашими видео Пишите комментарии Мы стараемся на них отвечать Также напоминаю о нашем Телеграм-канале Который развивается Растет В котором становится все более интересно Там теперь достаточно жаркие Дискуссии идут вокруг каждого поста В течение дня мы публикуем Самое интересное и важное, что происходит В Башкирии, в России И даже на планете Земля Так что подключайтесь, будьте с нами Будьте всегда А мы стараемся сделать вашу жизнь Как минимум более информированный Завершилось следствие по делу Экс-вице-премьера и министра ЖКХ Бориса Беляева и его подельника Рамзиля Кучербаева Напомню, что оба они были задержаны Правоохранительными органами Более года назад 25 февраля 2021 года Оба этих героя были задержаны Более года один из них провел Под домашним арестом А другой почти столько же Просидел в следственном изоляторе И вот теперь следствие завершилось И дело Обвинительное заключение И уголовное дело Передается в суд Все, наверное, помнят Но на всякий случай освежу Что обвиняются эти два героя По крайней мере, пока нам известно Об одном обвинении Это злоупотребление При приемке очистных сооружений В поселке Маячный Рядом с Кумертау Там следствие насчитало Ущерба, который нанесли Оба этих товарища Аж в 95 миллионов рублей Дальнейшая судьба Этих высокопоставленных Двух чиновников Конечно, непонятно и туманно Из анонимных источников Близких к следствию Мне стало известно, что Очень вероятно, что Все закончится Неким условным наказанием Которое еще частично Будет поглощено Уже отбытым арестом Во время следствия Но, сами понимаете В ныне сложившейся ситуации Которая очень отличается От той ситуации Которая была В момент задержания Этих героев силовиками В этой ситуации Возрос запрос На социальную справедливость Знаете ли Население нервное Взбудораженное Страна участвует В некой спецоперации Гибнут люди И так далее И так далее Обстановочка Прямо скажем Такая Нервная И соответственно Требуются Какие-то показательные Проявления социальной Справедливости Вот в этих условиях Я не исключаю Что оба этих товарища Могут словить Совершенно реальные сроки Заключения И крупные штрафы В пользу подобной версии Говорит и то Что буквально На прошедшей неделе Министр строительства Ставрополя Примерно за те же самые Проделки Схлопотал Три года Реальной тюрьмы И 50 миллионов Рублей штрафа Помните Владимир Путин Обещал Громогласно И во всеуслышании Обещал Что он решит Проблему Обманутых дольщиков Всех губернаторов Заточили под это дело Было дано Четкое Указание Бороться Побеждать Найти Не сдаваться Собственно Владимир Путин Своё обещание Судя по всему Выполнил На прошедшей неделе Он ратифицировал Поправки В законодательство О взаимоотношениях Между Застройщиками И Дольщиками И вот теперь Согласно Этих поправок Во-первых Путин Распорядился Всю эту свистопляску С обманутыми дольщиками Прекратить И больше никого Обманутыми дольщиками Не признавать То есть Не включать Новые объекты В реестр Обманутых дольщиков Ну а реестр Вообще Пора бы и закрыть Также Владимир Путин Разрешил Не платить И не выплачивать Дольщикам Неустойки И штрафы Которые Раньше Дольщики Худо-бедно Взыскивали С Нерадивых Застройщиков Которые Так или иначе Нарушали Договорные обязательства То есть Теперь Застройщики Могут не платить Эти штрафы Неустойки И прочие вещи Как минимум До конца Текущего года При этом Владимир Путин Почему-то Не освободил Самих дольщиков От обязанности Выплачивать Ипотеки Которые они взяли Под вот эти Неполученные Квартиры Ну тут Что говорить Пацан обещал Пацан сделал Проблема Пожалуй Что решена На очереди Новые Грандиозные Проблемы Нашего общества Например Проблема Онкологических Заболеваний Почему бы Не начать Ее решать Ну при помощи Той же Эвтаназии Или еще Каких-то Радикальных мер А лучше Просто Запретить Вот примерно Так поступил Владимир Путин С обманутыми Дольщиками Теперь их Не будет Прибавляться Да и вообще Значит В их отношении Никаких больше Послаблений И обязательств Можно не исполнять Вообще Не исполнение Договорных Обязательств Становится Неким Трендом Нашего государства Оно Отказывается От своих Обязательств Объясняет Какими-то Причинами В отношении Иностранных Партнеров И уже Внутри Страны Этот тренд Тоже четко Демонстрируется Застройщики Теперь Как минимум Год Могут Не платить Никаких Штрафов Никаких Не устоек В адрес Этих Несчастных Обманутых Дольщиков Вот такое Решение Принял Владимир Путин Новый Мэр Уфы Ратмир Мавлиев Похоже Решил Стать Святее Папы Но Не Папы Рафила А Папы Римского Замелькал Часто Часто В информационной Повестке Юный Мэр Уфы Вот он Ругает Городских Чиновников За нерадивость При уборке Улиц Вот он Уже Сам Машет Лопатой А вот Он Скромно Летит Эконом Классом И всячески Это подчеркивает В Петербург На крестины Подводной Лодки Уфа Ну в отличие От некоторых Кто там В белых Салонах Шикарных Самолетов Летает Посмотрев Как Корена Владимировна Окрестила Лодку Уфа Возвращается На Той же На том же Скромном Месте В общем Салоне С простыми Людми Ну и Вот он Уже Успокаивает Паству Говорит Что никакой Платной Парковки В Уфе Не будет И что Все это Нашептали Солдаты НАТО На ухо Бестолковому Грекову Ну в общем Святее Не придумаешь Грязные Завистники Уже Заговорили Конечно О том Что Семейка Мавлиевых Скупила Все Окрестные СМИ И Источники Информации Теперь Все Пляшут Под их Дудку Ну я Не до конца Уверен И вообще Это наверное Грязные Завистники Так Утверждают Однако Бравым И успешным Ратмир Мавлиев Оставался Недолго Ровно До первого Снега Как только 30 марта Неожиданно Пошел Снег Из мэрии Раздалось Истерическое Заявление О том Что Мэрия Еще Не дождалась Конца Снегопада Но уже Точно Знает Что Должно Выпасть Примерно 25% Месячной Нормы Осадков За Грядущие Два Дня Ну Не случилось 25% Осадков Не выпали Однако Страх Ратмира Рафиловича Мы Четко Ощутили Даже Через Толстые Стены Городской Администрации Видимо Новый Мэр Боится В своей Жизни Только Двух Вещей Это Снег И Ради Хабиров Но Как бы Очень это Странно Вообще Выглядит Потому что Если уж Ты ничего Не боишься Ну Не бойся Хотя бы И снега Ну Видимо Исторически Понимая Что Снег Это Абсолютно Фатальная Вещь Для Уфимских Мэров И уже Ни одного Мэра Этот снег Унял До самого Не хочу А некоторых Даже и уволил Потому Ратмир Мавлиев Как-то Религиозно Побаивается Вот Эти Разновидности Осадков А еще Ратмир Мавлиев Как всякий Приличный Крупный Чиновник В орбите Уфы И Башкортостана Получил Прозвище Вообще У нас Принято Давать Неофициальные Клички И имена Ратмир Мавлиева За глаза В мэрии И около Нее Называют Гармонист Видимо Потому что Он умеет И владеет Вот этим Музыкальным Инструментом Что собственно Неплохо И даже Отчасти Как-то Мило А если Говорить Серьезно То первый Снег В карьере Ратмира Мавлиева Показал нам К сожалению Что перемена Кроватей Не решает Проблему Управления Миллионной Уфой И что Скорее всего Необходимо Более Кардинальные Изменения Здесь я Говорю О том Что По моему Представлению Уфе Необходимы Выборы Мэра Тогда будет Осознанное И Как бы Осмысленное Делегирование Полномочий Уфимской Администрации Судя по всему Конечно Должны Меняться И полномочия Городской Администрации Все-таки Уфа Это четверть Населения Башкортостана А та Зависимая Каленопреклоненная Позиция В которой Поставлена Администрация Миллионного Города Перед Администрацией Региона Который В свою очередь Стоит Примерно В той же Позе Перед Федеральными Властями Ну Все это Приводит К тому Что эти люди Либо Несамостоятельны Либо Абсолютно Не интересуются Судьбой Самого города И не желают Искренне Его улучшать У нас Есть шанс Понять Насколько Справится Юное Дарование На посту Мэра Несмотря на то Что на самом Деле Конечно Это Эксперимент Над нами Самими Что Ну Слегка Пугает Если честно Нам много Пишут Очень Разные Люди Очень Многие Из них Просят О помощи Это Дольщики Это Пенсионеры Это Люди Измотанные Бесчинствами Местных Царьков В разных Башкирских Районах Это люди Из аварийного Жилья Ну В общем Люди Попавшие В тяжелой Ситуации Описывают Их Присылают Нам Документы Просят О помощи Просят Как-то Информационно Поддержать Но Впервые На этой Неделе Мы Получили Письмо С просьбой О помощи От Аппарата Политической Партии От Работников Этого Аппарата Притом Не какой-нибудь Там Партии А Самой Единой России Я Не знаю Есть ли У Единороссов Душа Но Это Был Действительно Крик Души Я Конечно Очень Долго Смеялся Ну вот Осознав Что Это письмо Пришло Из Исполкома Единой России По Республике Башкортостан Ну вот Смеялся Просто Смеялся Потом Конечно Взял Себя В руки И Решил Вникнуть В Эту Ситуацию Но Я Думаю Что Нужно Зачитать Дословно Это Письмо Чтобы И вы Могли Понять О чем Идет Речь Уважаем И так Далее Там Дальше Есть Некоторое Не очень Корректное Высказывание В адрес Нынешнего Руководителя Исполкома Единой России Который Собственно Граничит С прямой Клеветой Потому Я не стану Его Зачитывать Но Вот Собственно Суть Этого Письма В подлинности Письма Я не Сомневаюсь Потому Что Адрес Мы Проверили И Сотрудник Который Его Отправил Действительно Там Работает Но Что Характерно Обратите Внимание На Фразы Многие Разбегаются Работали Под честное Слово Не Были Трудоустроены Ну И так Далее Это Что За Бардак Я полагаю Что И Правоохранительные Органы И Органы Опеки И Всевозможные Министерства Труда Должны Напрямую Заинтересоваться Этим Жутким Издевательством Над Электоратом Во первых И над Людьми Которые Нам Обеспечили Светлое Будущее В лице Власти Единой России Эти люди Ковали Победу Партии На выборах А с ними Так Поступили Ну Я считаю Что Нужно Обратиться В прокуратуру Следственный Комитет ФСБ В ветеринарный Надзор В организацию Объединенных Наций То есть Обратиться Надо везде Этим людям Точно нужно Помочь Они же Безвыходном Положении Находятся Но уж Если Это все Не поможет То Наверное Единороссы Вправе Обратиться За помощью К Солдатам НАТО И те Вполне вероятно Что Тоже Чем-то Могут им Помочь Хотя бы Сухими Пайками Ну Если Рустем Ахмадинуров Руководитель Сполкома Партии Единая Россия Именно вот На тот момент Когда Все эти Бесчинства И безобразия Творились Надо бы Его Вытащить На свет Божий Спросить Где Зарплаты Где Трудовые Договора Где Прочие Вот эти Все Кудрявые Формальности Которые В общем-то Применимы И в отношении Единороссов Есть у них Душа или нет Но они же Тоже люди Ну и конечно же Вопросы К нашему Как же так Вы второй человек В партии Единой России Вообще Во всей России А ваши Вот Условно говоря Вчерашние Подчиненные Люди Которые Как они выразились Ковали победу Партии Буквально Вот день и ночь Теперь бедствуют Голодают Нищенствуют Без работы Остались Ну что вы Александр Геннадь Надо возвращаться Уфу Наводить порядок Отыскать Ахмадинурова Выяснить Куда делись Денежки Партийные Куда он Партийную кассу Саховал В общем конечно смешно Но вот видите Такая ситуация в стране Что даже Единороссы Пострадали Как известно Вице-премьер Азад Барданов Спал и видел себя Главой администрации Радио Хабирова Но не случилось Главой администрации Хабирова Стал Максим Забелин Азад Барданов Решил В знак протеста И не просыпаться Теперь И теперь Он спит На работе В открытую И в первом ряду Прямо в Курултае Все равно спит Не просыпается Ну остается Непонятным За что мы платим Как налогоплательщики Вот эту Исполинскую Зарплату Вице-премьера В этом спящему мужчине Который уже Вообще Совершенно не стыдясь Ничего Спит в рабочее время А каждая минута Азада Барданова В ранге Вице-премьера Это очень существенные деньги В прошлом субботнем выпуске Мы рассказывали О вопиющей истории Которая случилась В Киргиз-Мияках Об отравлении Нескольких десятков школьников Самым лучшим в России Школьным питанием По версии По крайней мере Агентства Стратегических инициатив Которые наградили Башкортостан В тот же день Премии За лучшее школьное питание Так вот Количество школьников Отравившихся Школьной столовой В Киргиз-Мияках За прошедшую неделю Только увеличилось И дошло уже до 89 человек То есть там ситуация Как-то странно Даже развивается Нескольким детям Понадобилась Помощь медиков На прошлой неделе Еще двое Оставались в больнице В общем Там ситуация серьезная Совершенно непонятно Почему Не следует Никаких действий В отношении Вот этих вот Призеров Я имею ввиду Господина Гусева Который у нас Министр торговли И курирует Все вот эти успехи Понятно, что следствие Там идет И непосредственных Исполнителей И авторов Вот этой пищи Которая отравила детей Наверное Каким-то образом Покарает правосудие А вот Господина Гусева Наверное Должно покарать начальство Потому что За пышными Презентациями И бодренькими Отчетами об успехах В организации Детского питания Стоит какая-то Серьезная ошибка Когда Уже под 100 человек Одномоментно Детей травятся В одной единственной школе Это уже дофига Это господину Гусеву Надо задать Несколько вопросов Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова